Здравствуйте, коллеги! World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию вы представляете. Меня зовут Пабло Бараона. Я работаю в ProChile, в которой мы продемонстрировали все продукты, в этом случае, в Чили. Меня зовут Пабло Бараона. Я директор торгового представительства Чили при посольстве Чили в России. Мы занимаемся продвижением всех чилийских продуктов на российском рынке. Расскажите, пожалуйста, всем нашим зрителям, чем славится Чили, какие продукты считаются у вас самыми главными. Какие продукты называются Чили? Чили имеет очень хорошую позицию в России. Мы с номер 1, номер 2, номер 3. Мы с фруктами, в венах. Мы с фруктами, как ухо, в кесах. Мы с фруктами, как ухо, в кесах. Мы с фруктами экспортера и одно из первых мест в качестве импортера российского по таким продуктам, как свежие фрукты, сухофрукты, вина, лосось, сыры. И в данном случае мы представляем на этой выставке World Food очень интересный регион Чили, регион называется Атакама. В этом регионе производят оливковые масла, оливки, свежие фрукты, в частности виноград, и еще очень известный чилийский напиток писко и вина. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками и у вас есть некие продукты, которые вы можете показать лицом. Я вижу, что ты мог бы показать какие-то продукты, так, с лицом. У тебя здесь, эти продукты. Да, конечно. Мы приехали с продукты, которая наша estreна для этой ферии. Они оливковые масла. Мы продукты на уровне рекомендации. В общем, мы экспортируем к всей Европе. И сейчас мы экспортируем с Россией. Но у нас есть большая версия оливковые масла. И вот на данной выставке мы бы очень хотели представить чилийские оливковые масла, потому что вот эта зона Атакама славится оливковыми маслами и еще оливками. А в данном случае мы представляем еще и пасту из оливок. Это вот как бы дополнительный продукт, новый продукт, который мы хотели бы тоже продвинуть. Замечательно. И хочется поговорить, вижу пару бутылочек очень необычной формы и очень интересной подачи. У вас есть несколько бутылок, которые очень красивые. Да, он говорит, могу взять их для того, чтобы показать. Ну, у нас есть традиционный вино из Чили, который очень известный, но это тоже из города, из города, из города Атакама. На самом деле, вина чилийские, они имеют мировое признание, но вот это вино конкретное, Пино Нуар, оно родом тоже из пустыни, из пустыни Атакама. Мы еще очень активно работаем над тем, чтобы продвинуть известный в Чили, конечно, и на мировом уровне тоже продукт. Он называется Писко. Он где-то очень схож для понимания россиянами с чачей, потому что изготавливается он из чистого виноградного вина, но имеет очень высокую крепость. Мы работаем над тем, чтобы ввести его на российский рынок. Есть такой известный коктейль, называется Писко Сауэр. Он похож на маргариту, наверное, мексиканскую. Но вот Писко Сауэр очень часто и во многих странах мира, в том числе и в России, готовят в барах. Так что вот этот вот напиток, на основе которого готовится вот этот знаменитый коктейль Писко Сауэр. Огромное количество людей, которые посмотрят наше интервью, будут знать, что сегодня первый день выставки, и их ждет еще три дня, и они с удовольствием захотят найти ваш павильон. Давайте скажем, где вас искать, давайте скажем, чтобы они могли прийти и удостовериться, что это не все, чем вы можете нас порадовать на этой выставке, и угостить, и, может быть, направить в торговые точки, где они могут это приобрести. Очень много людей посетят на ферии Вольтфуд. То есть, мы будем анонсировать нашу присутствие здесь, и мы будем информировать людей, где они могут найти нашу стенд, где мы можем дать наши продукты, продукты из Чили. Ну, спасибо большое, я думаю, что вы можете быть здесь, с нашей поддержкой, как в Чили. Мы проводим временем, как и все, так что я думаю, что мы можем juntаться и мы можем reunиться, и мы можем оставить эту ферию открытой, это успех для всех. Надо оставить данные о стендах, Пабло. Да, да, да. Стенд находится в павильоне 3, номер 3, я не помню, ты можешь мне помогать. Значит, Пабло просто хотел сказать, что он очень вам признателен и благодарен за то, что вы пригласили нас на это интервью, потому что Чили, как и весь мир, переживают очень непростые времена. И в этой связи, в общем, это интервью, как никогда актуально. Найти нас можно в павильоне 3, зал 14, стенд C или S, русская, 8109. Будем рады видеть всех. Спасибо большое за такое интересное общение. И тот вариант, когда я вообще не понимаю языка, он льется как музыка. Спасибо большое за такое интересное общение. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...